Продолжение следует... Продолжение следует... Не то, что не приветствую. Не желаю... Это не истинная цель этого видео. Как я уже сказал, цель этого видео просто рассказать людям, вам. Просто рассказать о случае. Чтобы не томить вас, тема... Инопланетян! Ну, я так думаю. НЛО, да, скажете вы? Хочешь нам рассказать об НЛО? Нет. Это была шутка. Не об НЛО. НЛО это неопознанный летающий объект. Так? А у нас речь пойдет... Ну, лично я так выражаюсь. Это я. В этой истории этот термин я установил для этого. Неопознанный космический объект. Сразу представление, если космический объект, космос, планеты, звезды, кометы, все прочее. Как же может быть что-то неопознанное? Если мы видим звезду, это звезда. Если мы видим комету, метеор, то мы, следовательно, знаем, что это либо комета, либо метеор. О чем ты вообще хочешь нам рассказать тут что-то? Ну, если вы слушаете и, не знаю, дело ваше до конца, не до конца, но чуть далее, то я подробно расскажу, что приключилось со мной. Именно со мной, ни с кем-то там, ни от кого-то я услышал эту историю. А именно я был очевидцем этого, случившегося. На самом деле это не энергетика, там кола на литр, вот это. Это не реклама, просто чтобы вы знали, что я пью колу. Отрава, химия, ну, что ж поделаешь, я в городе пересохла. Так вот, пойдем далее в этой ситуации. И обязательно, что я хотел бы рассказать, это то, что я даю слово, что все, что я скажу, происходило на самом деле, я ничего не выдумал. Я не находился ни под какими веществами, тем более, когда я был малой, какие-то могут быть вещества. Это мне не привиделось, я могу даже в этом поклясться чем угодно. Ну, дело ваше, хотите верьте, хотите нет, хотите там, скажите, это вздор. Как бы, мне будет все равно, я просто выскажусь и все. И на этом точке, поставлю точку. То бишь, если вы смотрите на солнце, видите лучи, которые идут по нашей планете от солнца. Дело-то ваше, верить в эти лучи, в их существование, или же не верить, думать, что это какая-то, не знаю, магия. Да, дело абсолютно именно индивидуума, верить в это или же нет. Но, главное, суть вещей от этого не меняется. То бишь, как фотоны летели в земле, от того, что верит в этот человек или нет, фотоны от этого лететь не перестанут. Солнце все равно освещает нашу с вами землю. На этом примере я просто хотел показать, что поверите мне или нет, вы, как бы даже не важно. Просто, как бы, процесс-то он был, я его увидел, как бы. А далее, можете хоть миллион своих теорий построить. Я хочу просто немножко поразмышлять на эту тему, построить несколько своих теорий, что ли. Ну, теорий тут особо не построишь, затянуя ожидания, да, самого главного. Немного переборщил с интригой, но, как бы, ничего не поделаешь. Вот такой вот. Так вот, теорий особо не построишь, но поразмышлять на эту тему можно немножко. Суть вещей. Вообще, в чем дело-то? Вообще, во-первых, время, да, начнем со временем произошедшего. Точное время я уже не помню, потому что это произошло в детстве. И я, как бы, не задавался целью запомнить время случившееся, потому что я в детстве это произошло, и я даже особо-то не понял, что за фигня-то случилась, что это было-то вообще. Ну, что-то там увидел странное, и фиг с ним, как бы, ха-ха, как бы, малой был. И вот, отталкиваясь от этого, я вот, хоть и это, получается, временные ремки, но точнее уже не уточнить. Начало это, значит, временного отрезка не ранее 1999 года. Почему так? Потому что именно с этого года я начал постоянно жить в поселке городского типа Демьянова, Кировской области. Там все произошло. Ну, там я увидел, лицезрел, а произошло-то это непонятно где. Ну, мне не хватает астрономических знаний, чтобы определить, что где это. Тем более, я даже не знаю точку отправления временную, да, когда это именно произошло. Один мой знакомый сказал, что если знать точное время и место, где ты это видишь, как бы, неважно, что этот момент прошел, астрономы постоянно смотрят, ведут наблюдения, могут вычислить и как-то подтвердить. Может, кто-то записывает их, записывал в то время участок неба космического пространства. Так вот, точного времени не знаю, но от начала, да, я уже сказал, 99-й, получается, а по какой интервал, ну, тут уже точно неизвестно. Но, во всяком случае, мне кажется, физика в школе еще не началась, потому что я хоть что-то бы смутно бы представлял о том, что происходит. Потому что раньше, вместе с физикой, там, когда-то я астрономия нашла, ну, при мне астрономии уж точно не было. Но все равно там всякие процессы, процессы все-таки всякие рассматривали. И что-то я мог бы заподозрить, но я ничего не заподозрю. Просто, ну, вау, прикольно все. Но это я сейчас так осознаю, и тогда я даже уже не помню, что я тогда испытал. В общем, физики, наверное, не было. Ну, допускаю, что с 99-го нужно прибавить 3-4 года. Хотя, если прибавить 4, наверное, физика уже начнется. Но, значит, по 2002-й ориентировочно. Почему ориентировочно? Потому что я говорю, что я точно не знаю. В общем, в этом промежутке времени, когда я был малой, в 99-м мне было 9 лет, значит, когда я был малой, ориентировочно с 9 до 11 или 12 лет, получается, я кое-что увидел, при каких это было обстоятельствах. Я не знаю, где были у меня предки, родители там, неважно. В общем, где были люди постарше, да, я уже не помню точно. Но знаю одно, что по какой-то причине их дома не было. Там они ехали куда-то, нужны к знакомым, может, на праздник какой. Почему-то вот мне так помнится или кажется, я уж точно не знаю, что я в тот момент находился дома один. Могу сказать адрес, где я стал свидетелем процесса. Это улица Советская, в том ПКТ, улица Советская, дом, если не изменяет память, дом 11-й, наверное. Ну, в общем, там сразу возле рынка есть такое то ли общежитие, то ли что такое. Такое здание, там еще администрация местная поймут. Мы в этот промежуток времени как раз там жили. Крайняя квартира была. И окно там выходило на куда-то крышу. Там пристройка была, крыша какая-то длинная такая крыша. Там еще была антенна, стояла. Ну, антенна, телефонная связь или, в общем, какая-то связь. В общем, местоположение сказал, сейчас эта квартира нам уже не принадлежит. Неважно, сколько года, там уже другие люди проживают. Людей, тем более, я их не знаю. Но если бы даже знал, я бы, наверное, не рассказал или не указал, кто что по известным причинам, что мало ли тут что-то хайпанет, или там, не знаю, кто-то что-то увидит. Зачем там, мало ли, там, это станет меккой какой-нибудь, да, там, поумно, что он начнется там, о, там, в этой квартире чувак там что-то видел. Ну, это, конечно, вряд ли, это 90%, что это бред. Но все же, да. В общем, больше я не буду указывать на местоположение, потому что не факт, что из этого видео вылез что-то серьезное. Но записывать, конечно, не стремновато, потому что всякие там теории заговора, уфологи, там, скрытие информации, там, особо секретные данные, короче, вот это все СМИ что-то тирает, там, и всякие другие YouTube-каналы интересные. Если я действительно видел что-то серьезное, немножко стремно, что это все рассказать. Ну, что делать? Что делать? Если начал, ну, я все-таки договорю. Это, скорее всего, растянется, ну, что ж поделаешь. Время сказал, место сказал. Самая главная интрига. Что ж ты увидел-то, чувак, да, скажешь? Братан, что ты нам втираешь? Уже сколько там минут? Не вижу. На телефон записываю. В общем. Но без маленькой предыстории, думаю, картина будет неполноценной. В общем, находился я этим. Уже дело было уже ночь. То бишь, уже я лег спать. Я уже спал какое-то время. Но вдруг мне что-то, не знаю, может, там, сон какой приснился не очень хороший. Может, там, еще по какой-то причине. В общем, что-то мне стало, как это выразиться-то. Вот если не спалось, это с самого начала, получается, не спалось. А я, получается, по какой-то причине проснулся. Мне стало не спаться. Вот. Но я до этого-то спал. И проснулся по какой-то причине. Может, в туалет захотел, может, еще что-то. Может, я учил луна тела. Но если бы луна тела, я бы не осознавал этот момент. Я бы его вообще даже не помнил, не знал об этом. Но я осознавал. Все было осознанно. Тем более, напомню, что я был малой. И, как бы, ничего не употреблял, чтобы сказать. Э, это у тебя голеный чувак. О, ну да ладно, вернемся к истории. Вот я проснулся, мне стало как бы... Сон отбило, как, не знаю, как отрезало. Я думаю, что же делать-то? Как же мне заснуть? Чем может заняться, если не спится? Может, как совет, овечку посчитай. Но почему-то я решил не именно продолжать как-то пытаться заснуть. А я решил там осознанно полноматить, так сказать. Я был просто, я не знаю, посидеть, потусить там дома. Странно, да? Конечно, звучит там один чувак дома, там ночью не спится. А он решил потусить. Кстати, еще то время было, что компы, во-первых, были не особо распространены. Ну, как бы они были, но не у всех. У меня тогда не было. Только-только там крутые телеки. Ну, крутые, я имею в виду еще кинескопные. Но уже такие цветные и прочее. Только-только входили там. Вроде у нас уже был. Вроде еще только черно-белый. Может, через пару лет уже появился цветной. Точно не помню. Ну, в общем, что я сейчас этим хочу сказать. Особо-то позаниматься ночью, там, кроме как, я не знаю, с дуростью там, какую книжку почитать, глаза попортить или, я не знаю, там, попрыгать, побегать, что тоже нехарактерно для ночи. Особо-то ничего не поделаешь. Только, я не знаю, если поразмышлять о жизни. Ну, что может мелкий человек, мелкий ребенок, что он может поразмышлять. Ну, не знаю, что я тогда делал. Ну, просто посидел, решил в окно посмотреть. Решил посмотреть на звезды, полюбоваться звездным небом. Так как это было небо звездное, а звездное оно обычное. Ну, много звезд. В основном это летом происходит. Ну, зимой тоже же звезды есть, но мне кажется, вот именно такое звездное, насыщенное небо это летом. Или в теплый период года. Ну, в общем, что-то такое. Ну, это не точно. Да, это не точно. Или это не точно. Да, как этот big boss, Russian boss. В общем, решил посмотреть на небо. Еще интересный случай, это еще до этой истории случилось. Почему-то мне кажется, что именно до. А может и после. Предположительно до этой истории. Мы ехали в машине, я маме спрошу. Ну, такая мысль в голову пришла интересная. Я не знаю, чего я там, какой фантастикой насмотрелся по телевизору. В общем, пришла мысль, что, а вдруг мы не одни такие в космосе. Он же, в принципе, бескрайний. Ну, вот как нам кажется, что он. Ну, может, у него и есть край, но относительно нас это очень огромное пространство. Именно для нас можно сказать, что он бескрайний. Даже если у него есть край. Такая вот неопределенная определенность. Край есть, но относительно нас бескрайний. Две одновременно противоположные вещи. Я спрашиваю, а представляешь, если там... Он же бескрайний. Мало ли где-то еще есть. Точно так же, как и наша планета. Приспределились вот так вот эти самые условия. Это все дела. Может, там тоже кто-то есть, кто-то живет. И сейчас смотрит оттуда на нас. На что она сказала. Я вас точно не помню, цитировать не буду. Но смысл такой, что успокойся, сынок. Это бред, короче. Не заморачивайся. Даже не думай об этом. Это мысль ни о чем. Это не цитирование. Это общий смысл фразы той. Какой я получил ответ. Для чего это я рассказал? Прикол в том, что я спрашивал вот такие вещи. Но нет. Я точно не помню, до или после этого случая. А потом, получается, случай произошел. То, что я увидел. Так вот, сижу, я смотрю в это окно. Оно неба, наверное, звездное. То есть, там было много звезд. И думаю такое. А неплохо было бы, если сейчас увидеть комету. Ну, их еще называют падающие звезды. Ну, вот, которые летают. Так, короткий промежуток времени. Так, хлоп. И все, и погасло. Пролетело буквально. Быстро-быстро. Я знал, что есть такое. Ну, или поверье, или просто у людей привычка что-то такая. Увидев падающую звезду, можно загадать желание. Вдруг сбудется. Ну, или вообще должно сбыться. Поверью по этому. Ну, вот, сижу я такое в детстве. Смотрю на это небо. И мне хочется увидеть звезду падающую. И вуаля! Я вижу ее. Представляете, я вот вижу, летит звезда. Но, причем она летит не так, как комета, не так, как падающая звезда. Хлоп. Буквально какое-то мгновение, доли секунд, может, секунду, и все, и исчезла. А она летит. Ну, правда, со скоростью, как вот эта штука. Но, хотя, чуть меньше, чтобы не собрать, чуть меньше. Потому что она, как бы, все равно двигалась по непосходу. Так, чтобы мелькнула, и все, двигалась. Мне стало интересно. Опять же, точно утверждать не могу. Но, скорее всего, я мог уже в то время судить, что это мог быть самолет. То есть, такие познания уже были. Я не совсем был идиотом. Поэтому, мне кажется, поэтому мне стало интересно. Я смотрю на нее. Она так. Ну, как на пальцах, конечно, сложно показать. У меня не столько много знаний, чтобы я сейчас смонтировал красивую картинку. Хотя, в теории, теоретически, это все можно, конечно, было сделать. Можно было подготовиться, изучить там всякие фотошопы, 3дмаксы, всякие там эти плееры, видеоредакторы. Ну, видеоредакторы, ладно, я еще могу делать. Может, даже что-то сделаю там. Может, будет видео, где... Или было уже видео, где я там сделаю вот этот поселок. Может быть, может, оставлю видео из ГТА. Ну, ГТА, я считаю, это, конечно, как игра. 3д-игра. Это бесспорно. Но это своего рода симуляция жизни. То есть, перенос нашей с вами жизни в вот этот 3д-мир, 3д-измерение компьютерное. Пускай там можно делать все, что только пожелаешь, там все дозволено, но это все равно своего рода симуляция. Там физика объектов и вообще физика мира присутствуют. То есть, из-за основы там взят наш с вами реальный мир. Поэтому я могу... Ну, скорее всего, сделаю. У меня уже заготовлено. Сама идея этого видео уже была давно. Он все никак не мог начать, заснять. В общем, я, может, и вставлю этот отрывок из ГТА, еду я там на гору или на гору. Думаю, не особо рассердитесь, если неправильно сказал. Еду на мотоцикле. Ездил я на таком мотоцикле в свое время. Вот. У меня был Юпитер. Тоже на мотоцикле там Тревора. За Тревора играю. Еду как раз тоже, чтобы посмотреть это звездное небо. Мне не отличное. Очень хорошо смоделировано. То есть, не знаю, насколько там достоверно, скорее всего, даже не достоверно, но вот именно визуальный эффект, именно вот как ты смотришь в этой игрушке на это небо, ну, не каждая игра похвастается. Ну, конечно же, не каждая игра, в принципе, обладает такими техническими данными, чтобы прям небо так небо звездное моделировать, симулировать. Вот Far Cry 5. Отличное небо, на мой взгляд. Звездное. До этого была Fallout 4, тоже великолепное. Звездное ночное небо. И GTA 5. Может, есть еще игры, но... Вот именно в этих играх меня тоже как небо завораживает, звездное космическое вот эта картинка. И вот тогда меня тоже заворожила, заворожила эта звезда, я решил за ней проследить, что будет дальше. И вот дальше-то и началась вся вот, хотел сказать, чертовщина, но это с религией, может, и не совсем связано. Хотя, кто его знает, может, это и из религии как можно объяснить, я не знаю. В общем, тут-то все и началось. Эта звездочка, если бы она была как самолет, она, по идее, должна была лететь и улететь. Сначала я подумал, что это комета, но она не исчезла так же быстро, как комета, а летела. Сейчас уже не могу утверждать, что это было именно горизонтальное движение. Это, скорее всего, как-то косое движение было. И весь смысл в том, что на каком-то участке звездного неба, преодолев чуть ли не половину, вот панорама, например, смотришь панорамой, и где-то половину панорамы она преодолела. Но точно я не могу сказать, откуда она появилась, потому что этот момент я пропустил. Я заметил только ее движение, откуда она возникла. То бишь, не сказать, что прямо взять панораму, и половину ее она прошла. Может, она прошла четверть панорамы, может, больше. Но вот я заметил ее, проследил, и она остановилась в каком-то вот... Я бы даже выразился в какой-то точке пространства эта звезда остановилась. Далее хочу заметить, почему я сразу же говорю «звезда». Там ни объект, ни самолет, ни вертолет. Это мы с вами рассмотрим обязательно. Она остановилась, почему я говорю «звезда». Потому что она визуально, тогда она ничем не отличалась от других вот таких вот звездочек, которые горели на... горели в кавычках, вы меня поняли, да? Она на небосводе, она ничем не отличалась, ни размерами, ни свечением. Она берет и останавливается. Далее вообще фантастика происходит. Сейчас вот с этого данного момента вы можете мне не верить, потому что это реально невероятно. Эта звезда... Вы смотрели? Ну, большинство из вас, скорее всего, смотрели «Звездные войны». Я вот думаю, как это видео назвать. Я до сих пор не знаю, как его назвать. Я бы назвал... Вот была мысль, я бы назвал ее «Звезда смерти». Вот как из «Звездных войн». Но она не стыкуется, потому что она не уничтожала другие звезды, другие планеты. Но что она начала делать, очень похоже на то, что было в фильме. От этой звездочки начали испускаться лучи. Причем периодически. То есть не сто, не миллион лучей в разные стороны, а по одному лучику. И именно от нее до соседних звезд. Не дальше звезд, не меньше звезд. А именно они точно соединялись. Звезда Х, ну наша звездочка, и звезда А, звезда Б, звезда С. Ну, например, клоп соединилась с верхней чуть, например, левее. Все. Насчет лучей, да, я так вскользь упомянул. Сразу опишу сами лучи. Вообще сам принцип соединения очень напоминает, вот такой есть, используют, бывает, шарлатаны, еще используют в физике. Есть такая колба, шар. И там внутри колбы там катод или анод, ну короче, какой-то контакт. И этот контакт начинает такие молниить и спускать. Процессы, я вам скажу, очень похожи. Очень похожи тем, что те лучи тоже были тонкие, они тоже вот от этой звезды исходили. И тоже быстро процесс буквально занимал доли секунды. И я даже не уверен, что доли ли секунды, может там какие-нибудь мили секунды, наносекунды, я не знаю. Но мгновенные лучи доходили мгновенно. Никаких там, каких-то вот таких, как даже вот в Звездных войнах, она не мгновенно была сделана оператором, там, где режиссером было поставлено. В общем, все равно там было какое-то движение. А тут буквально, чик, соединились. Все, и погасли, луч пропал. Чик, с другой соединился, пропал. И я точно даже не уверен, на какой период они соединились, потому что это я сейчас говорю. Так, соединились, пропали, соединились, пропали. А может было так, чик, чик. Ну, то есть, блин, сейчас уже неизвестно. Но вот сам принцип я вам расскажу, что я видел. Ну, я думаю, не знаю, если кто-то это воспринял всерьез, я думаю, чтобы вот я это насочинял, ну, надо как минимум неплохой фантазией оплодать. Так далее. Далее. И точно я вам тоже не скажу, сколько раз, что, куда, с чем она соединялась. Ну, мне кажется, раз десять это точно. Раз десять это точно. Двадцать или двадцать пять, это я вам уже не скажу. Может, двенадцать. Типа, как символично, да, двенадцать, там, двенадцать месяцев, ну, двенадцать, там, в религии апостолов, там, и прочее, да, как бы символизм. Но я не уверен, сколько раз я тогда мелкий был, я не считал. Я не запоминал время, я не запоминал, что это конкретно было. Это я потом осознал, ну, когда уже постарше стал, что, ну, нифига, я какой фига не увидел. Ну, а фига в том, что я никому об этом не рассказывал. Говорю вам, первый раз. Вру, не первый. Первый раз на камеру рассказывал. Один или два раза я просто так вскользь рассказывал об этом. Ну, мало, но кругу лиц. Не буду точно разъяснять, кому именно. А вдруг все-таки конспирологи или всякие там тайные агенты, всяких там орденов. Не дремлю. В общем, завершу историю-то эту чем? Вот она так-то выстреливала, прекратила и смылась, как и появилась. Почти время, да? Ладно, по-серьезному расскажу. Все прекратилось, она чуть-чуть вот так повисела и опять полетела, но исчезла, можно сказать, быстрее, чем появилась. То есть, буквально начала движение, куда-то там перелетело, и я как бы потерял ее из виду. В какой-то степени, может, из-за того, что она не сильно-то отличалась от других, как я сказал, уже. И поэтому, когда их множество, этих звезд, это когда вот она творила непонятное, тогда ты именно знаешь, что это она. А когда она просто вот улетает, тогда было уже сложно прям всматриваться, что происходит-то. Даже она заметнее была, когда вот именно подлетала туда, на свое место. Ну, собственно, это весь случай. А теперь, как я и говорил, хочу в режиме монолога, ну, предугадаю несколько вариантов ваших догадок, не обязательно именно ваших, может, чьих-то других, но обязательно такие варианты могут возникнуть. Предугадаю их немножко и постараюсь какое-то объяснение дать, постараюсь на них сам же ответить. Потому что я уверен, что будут такие доводы, будут такие вот, ну, не то, что комментарии, но мысли у людей по поводу услышанного, увиденного. Самое первое, стандартное, это то, о чем нам даже с экрана в кино говорят в таких случаях. Почему я говорю в таких случаях? Потому что, что это, мать его, вообще такое было, да? Можно ответить немногочисленными вариантами, немногочисленными понятиями. Можно предположить, а, что это было человечески рукотворное, то есть это какая-то секретная технология, наша. Не наша с вами, а тех, кто только это знает, секретная. Это а. Б. Можно предположить, что это было присутствие на планете, то, что я увидел в НЛО. НЛО. Это Б. С. Кстати, к этому НЛО можно подписать наиболее развитую расу, которая существует где-то на другой стороне галактики, а нас просто пролетает, ну, так, типа, как мимо. Попутчики там какие-то. Вот, это все в НЛО записывается. А С, С это какое-то космическое явление, ну, неодушевленное, так скажем. То есть, ну, вот так вот сложилось, там, я не знаю, зонд летел, там что-то отражалось от него. Вот. И самое, на мой взгляд, маловероятное, А, Б, С, Д, скажем, Д, самое маловероятное, на мой взгляд, это просто какое-то стечение обстоятельств, то есть, мне там что-то привиделось, там, преломление лучей. Так вот, я больше всего из этих вариантов склоняюсь к, ну, не будем лукать НЛО. А, есть еще, кроме Д, еще какую-то циферку подставьте, там, буковку, я не знаю, по-латыни считал, что там дальше идет. Какое-нибудь божественное провидение, да, с точки зрения религии, да, там, какая-нибудь сущность там высшая. Вот, но, лично, мне кажется, вот этот вариант Д и вот этот, они очень маловероятны, причем вариант Д еще менее, 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 менее. В общем, вариант Д вообще никакой. Что-то там случайно произошло, где-то что-то привыкнулось, ты увидел, да, вот. Почему я отметаю этот вариант? Я больше склоняюсь к природе НЛО. Почему? Сейчас начинаю обосновывать. Самое первое, что я вам говорил с телевидения, это то, что преломлялись лучи от Солнца там, какие-нибудь атмосферные явления, вам это все показалось. Почему я это отметаю? Во-первых, как эти лучи, это преломление и прочее, там, стандартная отмазка, это как она может мне спроецировать летающую звезду, которая, блин, управляемая, она остановилась, мать ее, как вертолет какой-нибудь. Кстати, может, это был и вертолет, но это мы еще раз смотрим. Она остановилась. Как это вообще может меня спроецировать? Именно мне. Почему именно мне? Об этом я тоже остановлю свое внимание. Мне кажется, этого не может быть. Это бред какой-то. Так что мы вот эти вот всякие преломления, там, где-то я что-то, где-то там что-то в атмосфере произошло, я это так воспринял своим глазом. Это все бред. Если в это верить, то можно считать с такой же долей вероятности, что любой астроном, смотревший на Луну, там, еще на что-нибудь, может вместо этих объектов увидеть, там, я не знаю, Микки Мауса. Отметаем. Теперь наиболее вероятно, что приходит на ум, это летательные аппараты, рукотворные. Но не то, что это именно было, а что могло быть. Мог быть какой-то летательный аппарат наш. Там, самолет, там, вертолет. Сейчас это все рассмотрим. Во-первых, самолет не может зависнуть вот так вот. Летевший, летевший, хлоп, завис. Ну, если это, конечно, не секретная военная какая-нибудь разработка. Тут, конечно, есть какая-то небольшая доля вероятности, что это все-таки может быть вот этот рукотворный летательный аппарат. Поэтому есть вот из вариантов, что это могло быть, есть такой. Но обычные гражданские самолеты, они так не поступают, они не зависают на месте. Теперь, что не сходится, если это был бы вертолет? Во-первых, ну, самолет может показаться, как звезда. Они там еще помигивают, и он действительно в небольших размерах. Но вертолет, мне кажется, не мог быть. Он может зависнуть в небе, летевший, зависнуть. Но он не может показаться, как, мне кажется, таких размеров, что он просто как точка будет на небе, там, как звезда. А во-вторых, что это у вертолета за технология? Должна быть там какие-то там лазерные лучи испускать. Не сказал, лучи тонкие очень были. И цвета, как сама звезда, такого электрического цвета. Что самолет, что вертолет, что они, как они могут вот эти лучи испускать в 99-м, ну, ладно, в 2000-м. Ну, что они там могут? Тогда, мне кажется, технологий-то таких ни у кого лазерных этих особо не разрабатывается. Хотя не верьте мне, скорее всего, они не могут разрабатываться. Так вот, конечно, версии с рукотворной природой именно из-за человека отметать не стоит. Но лично мне, как простому убывателю, теперь это кажется, что маловероятно там могло быть что-то подобное, там, летательные аппараты, сделанные человеком. Я их отметаю. Теперь, даже если взять преломление там где-то в атмосфере, даже если взять летательный аппарат, даже если еще там все, что угодно взять, эти лучи нарушают, тут сразу два объяснения идет. Во-первых, эти лучи нарушают физические законы и общую теорию относительности Эйнштейна. То, что скорость света, то есть ничто не может двигаться выше, чем скорость света. Хотя эту теорию уже сейчас начинают опровергать. Но даже если без этих начинаний опроверганий рассмотреть мой вот этот пример, представляете расстояние от этой звезды, которая, в принципе, не так далеко должна была находиться от Солнечной системы, от нас с вами, от Землян, от Земли. Она не должна находиться там на каких-то там миллиардах световых лет и прочее, потому что я бы ее вообще не увидел бы. Я ее увидел невооруженным глазом. Значит, она была где-то, может, на границе Солнечной системы, может быть, и дальше, я точно не уверен. Но не на огромных расстояниях, это уж точно. Потому что понадобился бы мне какой-нибудь телескоп, которого у меня уж точно и явно не было тогда. То есть она была где-то рядом, а лучи доходили прямо до этих звезд. Почему я говорю прямо до этих звезд? Потому что они, ну, абсолютно точно вам скажу, вот, клянусь, они ни на миллиметр звездного пространства вот этого неба, ни на миллиметр после, ни на миллиметр до, они доходили именно ровно до соседних звезд и пропадали. Со звездами, кстати, ничего плохого не было. Они никуда не исчезали, они не меняли окраски там и цветов, ничего не переливались, никто не взрывался, ничего. Просто они доставали до них и пропадали. Но вот сам процесс этого соединения, если рассмотреть, что соединение было физическим, то есть какой-то непонятный источник, я даже не уверен, что это был свет, потому что свет, даже если он идет с какой-то конечной скоростью 300... Что там за цифра такая, Филя, ты знаешь? 300 миллионов километров в секунду или сколько там, 300 тысяч километров в секунду. Короче, даже, ну, для нас с вами, людей, эта скорость просто дико огромная. Нам не светит летать на таких скоростях, но вот даже если свет летает, то он, космическое пространство, даже свет, не может, к примеру, пролететь мгновенно. Даже с такой огромной скоростью. Из тех же самых уроков, там, всякой физики и прочее, я знаю, что от самой ближайшей после Солнца к нам звезды свет, со своей скоростью свет, думайте. Идет 4 года, ну, к примеру, может точно 4 года, погубите. Вот. 4 года, представьте. А тут мгновенно было, ну, мы, конечно, точно с вами не знаем, именно какие там были расстояния. Может, там были мельчайшие расстояния. Но я не думаю, что звезда, которая была где-то примерно рядом с Солнечной системой, а может быть и в ней, а может быть на краю, может быть чуть дальше, но все равно до других звезд, я думаю, расстояния... Ого-го-го! Короче, большие. А луч преодолевал их мгновенно. Это если судить, что он был физически вот такой непрерывный и от, и до. Он нарушал законы физики. Он, получается, обладал скоростью намного превышающей скорость света, причем на какие-то порядки. Это должно быть. Это порядком должно превышать на порядки. Теперь, еще нестыковочка, вот из этих преломлений, что они не достигали, от звезды до звезды ничего не достигало, это тебе казалось, лучи были не соединяли звезды, это тебе показалось, опровержение данной теории. Что бы мне показалось, именно мне показалось, эта вся система, по идее, выходит, что она должна была быть настроена под меня, то бишь чуваки, ну это же управляемый процесс, значит там предположительно кто-то был, то есть вот этой штуковиной кто-то управлял, и выходит, что бы вот так вот непонятно что-то сделать, повыстреливать лучами, что бы мне показалось, что они доходили от звезды до звезды, эти чуваки должны были знать, что я там где-то далеко-далеко не сплю, сижу, смотрю на них, короче, наблюдаю, я должен быть неотъемной частью этой системы, и система должна была быть настроена на меня, как на наблюдателя. То есть вы сами прекрасно знаете, что чтобы там сделать, что у тебя на солнышке, что солнышко в руке находится там, или какая-нибудь пизанская башня, ты ее там держишь, подпираешь, недостаточно в любом рандомном месте встать, что-то там руки выстоять, то есть это надо и руки определенные, определенным образом выставить, это надо именно в определенном месте встать от наблюдающего, от того, кто делает фотографию. И получается вот этот вот, кто делает фотографию, это был я. И система вот эта вся должна была подстраиваться, но мне кажется, вряд ли, что там где-то что-то подстраивалось, под того, кто-то под какого-то мизерного людишку, человечишку. Из миллиарда людей там кого-то выбрали, чтобы чувак решил, что там что-то прикольное происходит в небе, мы должны действовать именно так. Мне кажется, такого не было. А было как раз таки наоборот. И поэтому это нельзя рассмотреть как голограмма, а выходит, что если я видел, что от объекта лучше достигал до объекта, то это так и было в реальности. Это не было какой-то там подстройкой, голограммой и прочей херотней. То есть все было так, как я видел, выходит. Но если выходит это так, то мы имеем нарушение законов физики, физических законов, привет Эйнштейну. Мы имеем какую-то технологию, я не знаю, какого-то там космолета, который выходит как звезда внешне и имеет там, останавливаться там, лететь куда ему вздумается, преодолевать огромное расстояние. Вот. В общем, слишком много неувязочек. И я до сих пор не знаю, что это конкретно было. Я просто рассказал вам, а решать вам, каждому по отдельности, как индивидууму, что же это было такое, может, это был бред, может, это мне показалось, но я так не считаю, а как считаете вы это ваше сугубо личное дело? Спасибо, кто все-таки досмотрел до этой минуты. Огромное вам спасибо, что выслушали, я пытался стараться. всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok